Всем доброе-предоброе утро! Оно у нас сегодня солнечное и классное. Тут у нас был раньше музей. Завтра здесь будут выборы. Ствол ставят. Жители горы будут голосовать за президента. Поэтому разговоры идут только о выборах. Я, конечно, никого не спрашиваю, кто за кого будет голосовать. Это дело каждого. И поэтому бабушка уже меня зовет. Ну, извините, я в 10 открываюсь. Я бой! А если она в 9 придет, мне тоже надо будет? Нет, самое интересное, знаете, что меня как бы не нравится? Что если бы я здесь жила, то бы они приходили бы в какое время им удобно? Восемь, семь, шесть. Я открываюсь в 10. Там написано в 10. Чего махать? Чего звать? Зачем? Я гуляю с собакой. Да, Чали? Мы с тобой гуляем? Поэтому не люблю, когда вот так вот. Типа это. Время еще рано, в общем. Я уже дома. Смотрите, какой себе обед забрасываю сейчас. Вот. Овощи в духовку отправлю. И это сардины. Я их сегодня утром замариновала. С всякими специями, с лимончиком. В общем, вот такая вкусняшка. Сейчас все это отправляется на 20 минут в духовочку. И буду кушать ням-нямку. Вот такая вкусняшка получилась. Пошла я кушать. Всем приятного аппетита. На работу иду. Машина там в другом месте парковала. Смотрите, это у нас вход в замок. Там вот в конце туннеля, в конце лестницы замок. Видите? Арабский замок. У меня есть видео с этого замка. Так что... Так, машины со всех щелей едут. Чарли, сувяки, сувяки, сувяки. Аки, сувя. Киви не кочи. Смотрите, вот эта машина едет. То есть машины вот так едут. А он едет в дирекцион проебида. Ну, короче, он бы мог наткнуться на меня и должен был бы свалить. Блин, чарли, чарли, бинь, 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 суви, 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 суви. Мой вен, тико. Видите? Вот эта машина правильно едет. А та красная ехала неправильно. И вот где развернуться? Представляете? Здесь две машины не влезут. Пахнет шашлыком. К сестре побежал. К сестре побежал, видите, знает. Нет, 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 нет. Сестра живет, мужа. Потом к ней побежал. Бинь, бинь, киви не кочи. Бинь, бинь, киви не кочи. Чарли, бинь, бинь. Смотрите, сколько у меня полотенец осталось. Ни одного. Но у меня там сушки сушатся. Я оттуда уже ныряю. Они ползырые вообще, пипец. Вот так вот неожиданно, негаданно. Я даже сейчас уже позже иду домой. Так устала, что я не пойду ни на какой пляж. Чарли гуляет. В принципе, у меня машина припаркована немного далековато. И мы с ним просто прогуляемся до машины. Ты не будешь против? А завтра мы с тобой утром пойдем уже на пляж. Ты же не будешь? Волос там у меня везде раскидан. Но сил совершенно нету. Поэтому я поехала домой. Еще салат делать. Мясо мариновать. Зато руки такие прям чистые. Наконец-то я доехала домой. Сейчас буду огурцы резать. На салат. И они должны постоять. Точнее, он один. Постоять, сок дать. В общем, работаем. Ну и заодно овощи все порежу, чтобы они у меня были. Сюда нужен перчик. Добавлю желтенький лук. В принципе, рецепт у меня есть на канале. Так что заходите, смотрите мясо. Мясо у меня вырезка. Вот такая. Здесь где-то вот эту часть на салат, а эту на шашлык замариную. Мы собираемся, знаете, как всегда, возим все как бы на себя. Ну вот там, допустим, каждый там на себя, да. Там всего понемножку, в общем. И у нас получается шикарный стол всегда. Потому что я вот, ну как, первый, второй и компот у нас. Салат, мясо и на сладкое что-нибудь. Я вот сделаю салат с огурцами, шашлык замариную. И в машине у меня печеньки лежат. И каждый, кто пьет. Что пьет? Кто вино, кто там водку. Водку сейчас мы что-то не пьем. Старим, наверное. Фиг его знает. Раньше водку хлистали. А сейчас болеем все. Так вот, старость не радость. Ладно, буду резать. Буду бить, все равно тебе водить. Устала, как собака. Но дела-то делать надо. Их за меня никто не сделает. Шашлычок маринуется. Я очень люблю в кефире мариновать. Здесь приправа для шашлака, лук и кефир. Это мясо нарезала полосочками для огурцов. Они вот у меня тут сок дают. Это тоже все для огурцов. Это кориандр. У меня молотого нету. Я его толкушкой потолкала. И все, и то же самое. Там чесночок, лук, перец. Такой сладкий, вкусный. Прямо обалдеть. Так что пусть с огурцами дают сок. И буду уже дожаривать. Все это быстро салат делается. Поэтому никаких проблем нет. Главное, знаете, взяться за дело. И дальше все оно пойдет. Как по маслу. Так, что-нибудь мне надо перекусить. А вот что, я даже и не знаю. Знаете, я, наверное, колокао выпью. Да. И все. И больше ничего. Так. Вот такой у меня будет ужин. И огурчик стыльзю. Солененький, вкусный. Шашлык надо в холодильник убрать. Ой, а у меня же сало. Я его завтра точно забуду. Сейчас достану и порежу. Кстати, сало получилось очень вкусное. Единственное, куски слишком тонкие. Оно очень солоновато получилось. Но я найду обычное хорошее сало. И обязательно засолю и сниму вам рецептик. Потому что оно обалденно вкусное. Вот так выглядит салатик. Пахнет он нереально вкусно. Вообще вкуснятик. Так что завтрашнего дня готова. Не забыть пополовину. А то вы знаете, я могу и забыть. Ой, вы знаете, я сегодня индийский фильм включила. Вконтакте увидела. Просто рылась. Я смотрела сериал «Невский». Мне очень он понравился. Но он то ли закончился, то ли сезон закончился. В общем, непонятно что. Мне кажется, что тут будет продолжение. Потому что как-то он закончился. Непонятно. Если вы кто-то смотрел, то напишите мне. Я три части посмотрела. Чужой среди чужих. Вот так. Все? Все? Нет, не все. Все? Все. Все. Приступ нежности прошел. О нет, подожди. Еще не прошел. Все, хватит, хватит. Ладно. Потом. На потом оставь немножко. Ладно? Донде стахугетте. Бутка. Блин, надо ему игрушку купить какую-нибудь. Такую, знаете, плюшевую. Ну, стахугетте. Знаете, где-то у него тут... Кяу, донде? Не нравится ему. Вот там такая вот эта и есть. Игрушек дофига, но не нравится. В общем, если вы смотрели, что, может быть, четвертая часть какая-то есть или что в Невском. И, в общем, включила я... А, нет, это не среди теней. Я смотрю фильм, сериал называется... Блин, а где название сериала? О, сериал кино. Сейчас посмотрим. А, Маникарника. Маникарника. Это индийское кино. Современное. Но действие происходит в 1850-х годах. Довольно-таки захватывающе. Я как раз на обеде начала смотреть. Ну, естественно, не досмотрела. Времени не хватило. Побежала на работу. И вот сейчас буду досматривать. Там больше половины осталось. Интересный. Маникарника. Маникарника. Я вообще люблю индийские фильмы. Особенно в детстве. Боже. Сколько мы их пересмотрели. Я помню, мы купили... Этот, как он называется-то? Кассеты туда вставали. Видеомагнитофон. Я каждую неделю... Я как раз училась в другом городе. Я каждую неделю покупала кассету. И привозила к моей бабушке в деревню. И мы с ней включали и смотрели этот индийский фильм. Ой, я ревела. Я вообще любитель пореветь над фильмами. Мне, как говорится, даже нечего и напоминать. Поэтому я эти фильмы люблю смотреть одна. Чтоб меня никто не видел, порыдала. Потом на душе так легко становится после рыданий. Правда. Вот. И все. И как будто и забыла. У меня есть любимый фильм. Родной ребенок индийский. Я его смотрела, наверное, раз пять. И каждый раз ревела. Вот помню все наизусть. С детства еще. Фильм обожаю. У меня клиентка есть, которая почти подружка. Она тоже любитель индийского кино. В Испании вообще не очень любят индийское кино. Они вообще его не смотрят. Вот единственная моя клиентка, которая смотрела индийские фильмы. И то она сейчас перекинулась на турецкие. Но они чем-то, знаете, схожи. Турецкие, индийские. Вот. И вот она мне все время советовала, какие фильмы посмотреть, какие что. Теперь она на турецкие перекинулась. Теперь она мне турецкие фильмы советует. Блин, она мне их столько советует. Она в день по штуке по три смотрит. Я говорю, блин, у меня нет времени столько смотреть, столько фильмов. Ты что? Она, посмотри это, посмотри то. Я говорю, да у меня нет времени столько. Они идут длиться. Она сериалы смотрит. Одна серия длится два часа. Я говорю, ты что? Она говорит, я как включу, и все, целыми ночами, пипец. Ну и к чему это я? Охрен его знает. А, ну и так вот, я ей тоже посоветовала этот фильм «Родной ребенок», но она, видимо, не смотрела. Она более любительница, знаете, таких красивых парней, фильмов. Она говорит, если нет красивого парня в фильме, то я ее смотреть не буду. Она замужем, она уже женщина за 50 лет, поэтому... Но все мы любим на красивых людей смотреть, поэтому это независимо, что там какая-то ты особенная или озабоченная, если тебе нравятся красивые мужчины, правильно? Правильно, я так считаю. Вот, что же ты, если замужем, то и на других, что ли, не смотришь? Ни на женщин, ни на мужчин? Конечно же, да. И ничего тут такого нету. И вот я ей посоветовала, но она его не смотрела 100%. Ладно, буду отдыхать, досматривать этот фильм. Завтра обещает быть интересный день, так что оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех благодарю. С Великой Пасхой вас! Иисус воскрес! И всего вам самого наилучшего! Всем пока-пока, до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok